В рамках рабочей поездки в Китай полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич открыл Дом российско-китайских культурных обменов, созданный на базе православного храма Александра Невского в городе Ухань в провинции Хубэй. Событие уникально. Открытие православного храма произошло в Китае впервые за многие годы. Здание храмового комплекса китайская сторона предполагалась снести в связи со строительством тоннеля под рекой Янзы. Но после обращения патриарха Московского и всеяруси Кирилла к Михаилу Бабичу была достигнута договоренность с членом Госсовета КНР о том, что храм не только сохранят, но и восстановят. Убедительный показатель углубления отношений в формате Волга-Янзы – это расширение нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе отметил, что с момента образования формата между регионами подписано 22 рамочных соглашения о сотрудничестве. Еще четыре проекта соглашений находятся в высокой степени готовности. Поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере. Реализован или находится в стадии практической реализации сторон 21 инвестиционный проект. 83 проекта прорабатываются. Также одним из важнейших направлений совместной работы двух стран является проведение молодежных форумов, отметил Михаил Бабич. Эти проекты реализуются в различных сферах экономики, машиностроения, автомобилестроения, станкостроения, нефтехимия, агропромышленный комплекс. 78 проектов реализуются в стадии гуманитарного сотрудничества. Это культурные обмены, образовательные обмены, различного рода молодежные форматы. И одним из ключевых молодежных форматов, который является самым масштабным, самым взаимопоглощающим, является проведение молодежных форумов. Цветы жизни под чуткой опекой Роспространства.